В женской весовой категории до 54 килограммов. И первая бронзовая встреча будет между спортсменкой из Венесуэлы Гуэдес Мария в красной форме и спортсменкой из команды Фиас 2 Купава Алена в синей форме. Вот на ваших экранах спортсменка из Венесуэлы. Смотрите, как активно и очень динамично начала поединок спортсменка из Венесуэлы. Но в то же время и Купава не поддалась на этот натиск. И достаточно хорошо сейчас вот встретила в партере свою соперницу. И подняли стойку. Началась борьба вновь с позиции стойка. Хорошо проход в ноги, но не удалось. Завязалась борьба. Вроде бы в начале, смотрите, как активно начала действовать Гуэдес Мария, но не поддалась на эти устрашающие действия Купава Алена. Все-таки это борьба за медаль весовой категории до 54 килограммов на чемпионате мира. Купава Алена. Купава Алена. Ну, просто рвет и мечет. Сейчас венесуэлская самбистка. И вот сейчас предупреждение за запрещенный захват. Ну, посмотрите, какое решение принимает все время Купава Алена. Она сразу проходит захват за ногу. И таким образом блокирует все действия Гуэдес. Гуэдес сейчас вот уже неоднократно пыталась выполнить вот такое техническое действие. Но очень неплотный захват. И тем самым она дает возможность сейчас, смотрите, перейти на болевой. И Купава сейчас, Алена, пытается выполнить этот болевой. Возможно, это и пройдет у нее. Ну, сейчас посмотрим. Позиция не совсем хорошая. Надо обязательно перевернуть. Да, через себя. Но уже здесь останавливает это действие арбитры. Поднимает в стойку спортсменок. Так, я сейчас хочу посмотреть. Какие у нас дальнейшие поединки будут. Значит, у нас с вами сейчас будет два. Этот и еще один поединок в женской весовой категории до 54 килограммов. Потом мы посмотрим утешительные поединки в высовой категории мужчин 64 килограмма. И она получит бронзу в высовой категории 50 килограмм. Для команды я пригласила Кристина. Двана, Румыния. Юлия Молчанова. Фиас-1. Нет, это у нас сейчас идет борьба не за... Не за третье место, а за выход в борьбу за третье место. Ну и вот сейчас посмотрите, как... Купава Алена смогла все-таки выполнить бросок на два балла. Ну просто вот сейчас валяет, так сказать, по татаме, размазывает Гуэде свою соперницу. Ну это пока не приносит баллов на табло. Нужны, конечно, броски. Ну 23 секунды остается до конца этой встречи. 10 секунд и два балла ведет Купава Алена, представительница команды Фиас-2. Конечно же, очень эмоциональный сейчас вообще весь поединок ведет венесуэлская самбиска, но коэффициент полезного действия, о котором я говорил, он, конечно же, в данном случае он равен нулю. И упускает возможность выйти в утешительный поединок за третье место. Ну что ж поделать, Купава Алена выиграла в этом поединке утешительном. И она будет уже бороться за бронзовую медаль. И сейчас у нас еще один поединок будет, который выявит претендента к борьбу за бронзу. В красной форме представительница Украины Плиш Снежана. И в синей форме представительница Армении Григориан Варсик. Проход в ногу армянской спортсменке и нету дальше действий, поэтому очень сейчас заряжена армянская самбиска. Это, конечно же, соревнования чемпионат мира проходят у нее дома, на родине. И здесь большая честь проявить себя и стать призеркой этого чемпионата. Хорошо, сейчас взяла захват украинская самбиска. Заднюю подножку пыталась сейчас выполнить Плиш Снежана. Продолжение следует... Хорошая атака в исполнении армянской спортсменки. Бросок через плечо с колен. И оно будет, конечно, оценено. Здесь переход на болевой на руку. Нет, вышла из этого опасного положения. Посмотрите, Плиш Снежана вышла. Упустила явную возможность сейчас Григориан Варсик. Завершить досрочно эту встречу. Четыре балла за предыдущую атаку она получила. И сейчас еще два балла. Опять такой же бросок через плечо с колен. Переход на удержание. Ну и здесь, скорее всего, будет с явным преимуществом одержана победа в этом поединке. Нет, не зафиксировано удержание, потому что не прижалась плотно к своей сопернице армянская самбийская. Ну, по крайней мере, так показано. Но вот за удержание было два балла выполнено. Да. Конечно же, удержание было зафиксировано. И я видел это. Барсик Григориан выходит в поединок борьбу за...